Пишите, потому что я вижу два плюсика, это хорошая ситуация для вебинаров. Не вижу плохой связи, потому что мы можем начинать. Сегодня мы встретились с вами, потому что, наверное, у вас есть подростки, а значит, есть сложности, а может даже и проблемы. Ну и главное, у вас есть актуальные вопросы по вашим детям, по вашим взрослеющим подросткам, а у нас есть определенные ответы и есть опыт, чтобы формулировать эти ответы. Именно поэтому мы создали проект рядом с ребенком, который стартовал с важной темы подростки-родители. И сегодня мы будем представлять, знакомить вас с этим проектом. Нам очень важно рассказать идею проекта, его цели, такие предметные и, наоборот, более глубинные, стратегические. Нам важно рассказать формат, как мы видим нашу работу в таком онлайн-пространстве, формы работы и более тактические задачи, которые мы ставим для этого проекта. Чего бы я хотела начать, все-таки может немножко связать нас, чтобы мы понимали, на одной ли мы волне. Если вы родители подростков, скорее всего, у вас будут беспокоить вопросы, связанные с обучением. Чаще всего снижается успеваемость в этом возрасте. При этом вы можете наблюдать достаточно высокий потенциал интеллектуальной своего подростка. Но такая волевая сфера снижается, мотивационная сфера. Также вы можете видеть очень эмоциональную неустойчивость подростка от вспышек, аффектов до замкнутости такой и ухода в себя. Это возраст, когда очень много ребенок и подростков попадает под влияние компаний, течений, чего-то еще, что может не давать ему принимать свои самостоятельные решения. Это деструкции разные могут быть, девиантное поведение. Но это такие предметные вопросы, они часто волнуют родителей. В то же время, как аналитические психологи, мы бы хотели еще отвечать на более глубинные вопросы, в принципе, на возможность самоопределения для подростка, свободы выбора, чтобы это была личность такая актуализированная, а не зависимая, чтобы вы видели более целостных своих детей, а не связанных, чтобы они соответствовали каким-то вашим ожиданиям или вообще ожиданиям общества. То есть мы ставим в балансе две очень конкретные вопросы. В то же время, такое развитие способности каждого родителя смотреть на ребенка, как на взрослую отдельную личность и давать такое право. Следующий слайд, который я хотела бы продолжить, познакомить, это наш логотип, это сердце проекта. Это два сердца. Мы видим, что самого рождения связывает мать и ее ребенка, это сердцебиение. Естественно, наши дети растут, отдаляются. И вот эта способность быть рядом, ее нужно формировать и развивать. И это тоже одна из очень важных для нас целей – помочь вам быть рядом со своим ребенком. И сердце всегда символизирует любовь. И потому для нас очень важно весь потенциал любви, который заложен в вас, как родители, вашей семье, помочь ему открыться. Далее, площадки. Вы видите, что у нас есть две площадки – это в Фейсбуке и ВКонтакте, где можно узнавать новости, быть в переписке, участвовать в мобах. Но самое главное такое приобретение – это наш сайт, потому что он сделан для людей, он очень доступный. И на этом сайте вы узнаете пять топовых ошибок родителей, их нужно запомнить. Основные вопросы, которые волнуют родителей. Для нас очень важный эксперимент, который мы провели, это запись, как подростки говорят о своих родителях, как они видят воспитание. Это очень трогательное видео, оно, правда, влияет просто в самом сердце для каждого родителя, когда мы видим своего ребенка со стороны. Также мы говорим о том, все ли родители готовы принять вот этот вызов перемен, про возможность развивать свои коммуникативные, эмпатические навыки. Очень многим вопросам посвящен сайт, потому, естественно, приходите, читайте, задавайте вопросы. Он такой очень активный, то есть он сразу вас будет связывать с нами, как формиратор. Следующий вопрос – это знакомство непосредственно. Я бы хотела представить нашу команду. Это аналитические команды аналитических психологов. Это прекрасные люди и очень высокопрофессиональные психологи. И весь на данный момент прижизненный профессиональный опыт эта команда решила вложить в этот проект, который мы предлагаем вам. Я хочу представить себя, начать, но я хочу сделать акцент. Почему нам кажется, такая самопрезентация важна? Потому что, работая с психологом, вы должны доверять. И мне кажется, это вопрос доверия. Мы стараемся быть очень открыты. Поэтому мы будем говорить не только о профессиональном пути, а о наших личных интересах. Нету такого близкого контакта, где ваша интуиция подсказала, там вы или не там. Потому что ваши вопросы, ваша готовность узнавать о нас, она только приветствуется. Это правильно – знать, с кем ты работаешь, доверять этим людям, понимать, какой они путь прошли. Мы открыты, у нас есть много постов, у каждого есть свой стиль, вы можете читать в группах. У нас есть профессиональные в научных журналах издания и статьи. То есть, разная информация сейчас в пространстве интернета дает такую возможность. Пожалуйста, будьте в этом активны, чтобы вы понимали, кто эти люди, которые решили предложить такой совместный путь. Меня зовут Инна Кирилюк. Я юнгианский аналитик, детский аналитический психолог и песочный терапевт. Это все интересы и методы работы, которые использую в своей консультативной практике. Я работаю 18 лет, я работаю в Киеве. За это время я стала кандидатом психологических наук. Я являюсь доцентом кафедры в Национальном педагогическом университете Драгомазова, на кафедре практической психологии. То есть, достаточно многое уделяю времени преподаванию. Так-то я являюсь членом Международной ассоциации аналитической психологии, IP. Это очень длинный путь. Еще я являюсь президентом профессиональной ассоциации детских аналитических психологов города Киева. Руковожу Центром практической психологии. И многолетний опыт ведения образовательных проектов и авторских семинаров. Но, чтобы акцент какой я хотела сделать для этого проекта, мой профессиональный путь начинался с службы по делам несовершеннолетних и детского приюта. Я очень много работала с группой риска. Это, конечно, подростки, взрослеющие дети. Долго думала, что же такое дети группы риска и что за семьи группы риска. Это не всегда какие-то девиантные люди, деликвентные. То есть те, которые уже достаточно сбились по эти сложные акты. Остановиться им. Но часто в эту зону попадают семьи, которые переживают кризис. Это совпадает с подростковым возрастом. Потому что его еще называют переходным. И вот этот переход, он очень чувствуется в семье. Я наблюдала, что очень часто личные кризисы родителей или возрастные кризисы 35-40 лет очень влияют и обостряются подростковым возрастом. Смены работы, переезды, разводная ситуация. То есть очень часто вот эти вещи совпадают. Действительно, семья переживает кризис и очень нуждается в сопровождении и поддержке именно в этот период. И потому мы видим, что подростковый возраст нуждается в таком сопровождении. Вот такой акцент я бы хотела сделать, думая об этом проекту. Далее я хотела представить коллегу с вами, Елизавету Маас. Я знаю, что сегодня очень много наших коммент пришло. И я сейчас попрошу вас в одном понятии. Какое соотношение сегодня психологов и родителей. Но я также знаю, что у многих психологов тоже есть подростки. Но всё же, психологи, поставьте, пожалуйста, единичку в чат, чтобы мы понимали, сколько сегодня наших коллег пришло. А родители поставьте двоечку. Родители не психологи. Вот сколько у нас единичек. А двоечки есть у нас? Хорошо. Слышно плохо, да? Но сейчас связь немножко подстроится. Фонит в начале обычный. 1 плюс 2. Очень хорошо. Я аналитический психолог. У меня опыт работы тоже довольно большой. И я всю свою практику работаю с детьми и подростками. Это, конечно, специфический контингент детей. А это уже не дети, да? Уже это такие маленькие, взрослые. И очень часто в своей практике я сталкиваюсь с тем, что дети эти дети, подростки не хотят ничего рассказывать своим родителям. И в то же время я понимаю, что те вещи, которые они рассказывают на сессиях, они просто обязательны для того, чтобы как-то с ними родители обходились. И группа для родителей и подростков была задумана очень давно. Мы её вели ещё 12 лет назад совместно с коллегой. И это очень интересный опыт, потому что родители вместе с подростками проживают тоже этот период, свой второй подростковый возраст. И важно, как они его проходят, и чем они могут помочь подростку, а чем они могут навредить. По образованию я клинический психолог, но дополнительно на образование связано с инвестической психологией. Также я веду программы для детских психологов, которые тоже обучаются детской психотерапии. И я официальный супервизор, преподаватель профессиональной психотерапевтической медики. Сейчас представится третий наш тренер, это Вероника. Добрый день. Меня зовут Вероника Петрова. И я также являюсь аналитическим психологом, но по первому своему образованию я врач. И мой путь в психологию начался именно с работы с подростками. Так как мне приходилось читать лекции о половом созревании в школах для подростков. И это меня натолкнуло на мысль о том, что не все, что происходит в жизни подростка, все те изменения, которые происходят с ним, связаны только с физиологией. Поэтому я обратилась к психологии и получила второе образование, психологическое. И мой опыт работы на данный момент уже 17 лет. Именно в психологии. И за эти годы я достаточно долго работала в детских домах, в приютах с подростками. Ну и, соответственно, вела частную практику, где ко мне приходили также родители и дети, и подростки. И одно из таких моих еще образований, это, я считаю, основное, это Австрийский институт психотерапии детей и подростков, и именно это образование мне также позволило более обширно работать уже с родителями. И я хочу сказать, что в своей практике я действительно очень много уделяю внимания работе с родителями, потому что от того, как строится контакт с ребенком, во многое зависит и то, как мы работаем в директора российско-австрийского проекта, подразумеваем психологов детской психотерапии. И одним из таких моих еще проектов, это работа, также преподавание в высшей школе, психологии, и у меня есть волонтерский проект, это работа в следственном изоляторе, то есть это то место, куда попадают подростки, нарушившие закон. И вот именно работа с этими подростками, наверное, больше всего показывает для меня важность такого проекта, как проекта группы для родителей, потому что, глядя на этих детей, я понимаю, как сильно влияет окружение и взаимоотношения с родителями на тот путь, который они для себя выберут. Мне очень хотелось бы, чтобы ваши подростки нашли в вас таких поддерживающих и разбирающихся в тех переменах, которые происходят с ними. И сейчас я хочу представить следующего нашего преподавателя проекта, это Елену. Здравствуйте! Я рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре. И я думаю, что многие меня уже знают по страничкам в соцсетях, а это в Фейсбуке, как активного пользователя, как активного рекламщика нашей странички подросток. И хочу представиться и ближе познакомиться с вами. Меня зовут Елена, фамилия Ломакина. Я аналитический психолог, арт-терапевт, песочный терапевт. И я являюсь автором и организатором различных грандиозных проектов и воспользуюсь таким случаем, рекламирую один из моих проектов. Это фестиваль песочной терапии, который я организовывала, и он проходил в Киеве. И многие из вас, я думаю, там побывали. И потом вернемся к подросткам. Я также занимаюсь одной из деятельностей, которой я занимаюсь. Это я психолог-волонтер в Центре социальной реабилитации «Ковчег». И Жанна Григорьевна, директор Центра, она должна присутствовать сегодня на вебинаре. По крайней мере, она регистрировалась. И это Центр, который работает с детьми от 6 до 18 лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. И так сложилось, что в моей работе я работаю там индивидуально с подростками от 12 до 14 лет. Работая с подростками, я вижу, насколько важно также работать и с родителями подростков. И я благодарна коллегам, авторам этого великолепного проекта, Ине Кирилюк, Елизавете Молостовой, за такую возможность, за то, что они меня пригласили в этот проект. Это такая большая возможность поделиться опытом, знаниями, помочь большому количеству семей, подростков, а также родителей подростков. И одна из моих основных ролей, ну я бы здесь делала акцент, одна такая роль, это организационная. И поэтому по всем вопросам организационным, техническим вы можете обращаться ко мне, писать на почту, которую вы видите на слайде. Это вопрос о том, как зарегистрироваться на страничке в соцсетях, как попасть в нашу группу онлайн, как ее оплатить. И любые другие вопросы вы можете писать на почту, а также на мою страничку в Фейсбуке, либо на страничку подростки, на которой администратором тоже являюсь я. Также мы ждем от вас рекомендаций, отзывов, пожеланий. Мы готовы работать, сотрудничать, исправляться, пользоваться вашими рекомендациями. И добро пожаловать в наш проект. Спасибо. И сейчас мы переходим к нашей содержательной части. Почему же мы выбрали подростков? Да, вот вы сейчас видите на слайдах замечательные лица, очень симпатичные подростки. Но все те, у кого есть подростки, или в практике, или собственные дети, знают, что они уж не такие замечательные, как кажется. Но при этом все равно очень прекрасные и красивые. Подростковый возраст характеризуется тем, что подростки выстраивают свою социальную роль, и они очень иногда презентируют себя красиво. Они научаются это делать и становятся талантливы. Если мы часто ведем группы для родителей подростков, а потом зовем подростков в конце, чтобы познакомиться с теми людьми, про которых мы, собственно, говорили все 9 занятий. Оказывается, что это очень милые, культурные, воспитанные ребята. И то, что мы про них слышали, что в головах у родителей, совсем не соответствует тому, что мы видим. Как же такой дисбаланс происходит, удивительно. Подростковый возраст – очень хрупкий возраст. Перед подростком стоят задачи как-то свою личность увидеть, ее презентировать. И очень много стеснения, комплексов в этом периоде. Очень хрупкий возраст. Но при этом очень мощные защитные механизмы. Все родители, все взрослые знают, что подросток – это тот ребенок, который говорит, нет, мне не надо, нет, я не хочу, то, что ты говоришь, там, глупо, это все устарело, мы современные. Известные проблемы, наверное, для родителей. Мотивация к обучению снимается, снижается. Подросток говорит, что он все сам, а сам одни двойки. Голый ходит на улицу, в майках мальчики особенно это любят делать. Никак не одеть, простывает, везде спорит. В общем, целый букет проблем испытывают родители. Но при этом очень сильно подростки зависят от окружения, от того, как их родители видят, как воспринимают вот эти все сложности, которые прям вываливаются на семью. И семьи, к сожалению, очень мало обращаются за помощью или же обращаются в том ключе, что ведут подростков на терапию. Подростки часто не мотивированы к работе. Это один из тех возрастов, который совсем не хочет ходить к психологам, в отличие от детей помладше и детей постарше. Дети помладше любят поиграть, когда им уделяют внимание. Подростки, наоборот, прячутся от взгляда. И вот эти походы к психологам, они воспринимают, ну, вы сами знаете, что мы психи ходить. Поэтому вот через родителя очень много можно сделать именно с этим возрастом и с отношениями в семье. От этих отношений подросток выравнивается, если они благополучные, и переходит через свои кризисы последовательно, шаг за шагом. И как раз группа для этого полезна. Еще то, с чем мы столкнулись, вот мы по 15-18 лет работаем, с течением времени многие психологи отказываются от работы с детьми в принципе и с подростками в частности. Очень мало специалистов продолжают из года в год с ними работать. Вот мы как раз те люди, которые собрались и объединились, чтобы все свои знания, которые мы получили за долгий опыт нашей работы, вложить в этот проект. Чтобы родители были такой надежной опорой, надежной границей своего ребенка. Ну, мы уже вам сказали о том, какие мы специалисты. Надеюсь, что убедили вас в нашей такой хорошей семье. Но мы, кроме того, еще и мамы подростков. И все эти вопросы, наверное, не случайно поэтому возникла эта группа, потому что мы так же, как и вы, решаем эти сложные вопросы вместе со своими детьми. Мы так же ищем какие-то необычные решения, какие-то необычные ответы. Мы пытаемся найти какой-то особенный путь для наших детей. И, конечно, учитывая то, что мы специалисты, мы много читаем, мы ищем какие-то знания в интернете, мы ходим на всевозможные обучающие программы. И поэтому тот опыт, который мы накопили, он уже достаточно такой немалый. И он не только профессиональный, он еще и личностный. И, конечно, поэтому нам бы хотелось этим опытом с вами поделиться. И у меня есть уже выросшие дети. И я думаю, что если бы в тот момент, когда они были подростками, существовала такая группа, и я могла бы в ней участвовать, то думаю, что, наверное, тогда бы я не сделала каких-то ошибок и могла бы учиться на опыте других людей, как-то это обсуждать, узнавать. И, наверное, это было бы легче. Сейчас уже, раз еще у своего подростка, я, конечно, уже опираюсь на тот опыт, который был у меня. Но мне, конечно, очень было бы важно, и, я думаю, нам всем, мамам, нам тоже было бы важно услышать, как это происходит у вас, поделиться тем, что накопили мы сами, и чтобы эта группа была такой обучающей, но и в то же время группа такой, где было бы свободное поле обсуждения тех проблем, которые переживаем мы, взрослые, когда наши дети взрослеют. И я сейчас хотела задать вам вопрос. Прислушайтесь, пожалуйста, к себе и подумайте, какая ассоциация у вас возникает при слове «подросток», «подростковый возраст». И поделитесь, пожалуйста, своими ассоциациями в чат. «подросток», «подростковый возраст». Какой образ возникает, какая ассоциация приходит? «Росток», «росток». «Несуразность». Хорошо, если есть еще у кого-то ассоциации, пишите, а я продолжу наш вебинар. И у нас этот возраст подростковый связался с велосипедом, с брошенным велосипедом. И этот символ вы можете наблюдать уже на страничках в соцсетях, в фейсбуке. Мы его периодически уже поставили на ножки, украшаем, подготовились к Новому году. Почему именно велосипед? Скорость. Почему именно велосипед, брошенный велосипед? Возможно, потому что основной вопрос, который возникает при работе с подростками, подросток говорит о чувстве брошенности, о внутреннем чувстве одиночества, хотя вокруг может быть много людей. Поэтому, возможно, и появился такой образ брошенного велосипеда. Еще подростковый возраст, он ассоциируется с велосипедом, скейтом, роликами, с тем, что дает свободу и скорость. И, возможно, именно в этом возрасте возникает такое непредалимое желание стать свободным, принимать самостоятельные решения, отделиться от семьи. И, возможно, и поэтому у нас возник такой символ велосипед. Спасибо за Ваши ассоциации. Теперь я немножко расскажу, почему мы выбрали онлайн-пространство. Ну, во-первых, конечно же, это то место, где находятся большую часть свободного времени наши дети, наши подростки. Но также вторая вещь, которая нас подвигла на этот проект, что многие родители обращаются к нам, не имея возможности не приезжать сами, не возить детей. И особенно в последнее время это стало очень актуально. Поэтому мы решили, что раз все равно очень большую часть времени взрослые проводят в Фейсбуке, ВКонтакте, в других социальных сетях, почему бы не использовать это замечательное пространство для того, чтобы помогать себе, своим детям. Тем более оно сейчас такое актуальное. Для нас это тоже впервые, потому что, поскольку мы все-таки психологи, мы привыкли работать лично. Но наш тренинг, который мы разработали, он все-таки позволяет с помощью различных механизмов такой эффект присутствия, очень сильный, поддерживать. И нам, конечно, в этом будут тоже помогать социальные сети. Следующее, что важно, что довольно большой охват. Могут быть родители разного возраста, в разных городах проживающие. И что немаловажно, родители которых никогда в жизни невозможно вытащить на очные консультации. Мы с таким тоже встречаемся. Например, всегда вводит только папа. Или всегда вводит только мама. Или родители пришли, привели ребенка, и он ездит сам. И родителей мы вообще никак не встречаем, не видим, не можем поговорить. Вот это онлайн пространство как раз для тех родителей, которые могут оставаться такие инкогнито. Они могут слушать, могут включаться, могут не включаться. Но работа все равно будет проводиться, если они посетят группу от начала до конца. Следующее, что важно в онлайн пространстве, то, что мы никак в нем не ограничены по времени. Конечно, у нас будет определенное время нашего эфира, но так же, как сегодняшний семинар, он будет в записи, так же будет запись и наших лекционных вебинаров, которых будет 8. Они будут выстроены по разным совершенно тематикам, но очень актуальны для подростков и для семей подростков. Если кто-то не успел или опоздал, или что-то не получилось, то в течение 48 часов человек сможет получить запись, ее прослушать и присоединиться к той теме, которую эту неделю мы прорабатываем и проходим. Также, если вы выберете определенный пакет наших тренингов, то вы еще будете в соцсетях каждый день как-то с нашими комментариями, с вопросами, тоже поддерживать ту тему, которую мы на данном этапе прорабатываем. Это тоже важно, потому что многие подростковые семьи сталкиваются, во-первых, с одними и теми же сложностями, а во-вторых, иногда на какие-то темы вообще не смотрят. Они могут быть очень ресурсными для подростка. Поэтому мы так подобрали тематику, чтобы вытащить и ресурсы семьи, и сгладить какие-то болезни. И когда мы создавали проект, то мы выделили несколько таких важных целей, на наш взгляд, или задач. И одна из таких важных задач, как консертирование родителей о том, что происходит с подростками. Почему это так важно? Ну, потому что мы знаем, что если предупрежден, значит вооружен. Такая известная пословица. И поэтому мы хотим, конечно, чтобы родители были вооружены вот теми знаниями, которые есть уже сейчас в мире о подростках. И они подходили к вопросам, связанным с их детьми, уже более квалифицированно, наверное, как-то осознанно. Ну, например, сейчас очень хорошо исследована работа мозга подростков. Известно, что многие те процессы, которые происходят в жизни ребенка, они связаны не с тем, что он там вредный, у него дурной характер, да, а с тем, что просто его нейронные связи так устроены в этот момент, да, что основная часть вообще его мозговой деятельности приходится на такой, скажем, такой древний мост, то есть на эмоциональную сферу, да. И поэтому сейчас реагирует на, казалось бы, простые какие-то вещи, хлопает дверями, на какие-то обычные просьбы, но возникают совершенно какие-то неадекватные, как нам кажется, ответы, да. И это как раз связано зачастую с тем, что и мозг подростка функционирует сейчас очень неслаженно, да, то есть очень как бы дисгармонично. И ему самому, представьте, тоже тяжело в это время. И таких вот знаний, таких открытий достаточно много. И это помогает нам, родителям, тогда уже думать как-то по-новому, нестереотипно, да, подбирать какие-то новые решения. И мы будем информировать не только о том, как устроен подросток, да, но и о том, как устроены мы с вами сами, мы родители, да, о том, что мы зачастую реагируем на многие вещи определенными стереотипами, так как нас когда-то выучили в детстве, да, и мы несем эти стереотипы по жизни. И вот также мы будем узнавать о том, что это за стереотипы, как поломать их, да, или как изменить это. То есть мы будем узнавать о том, как нам обращаться к своим чувствам. То есть это будет очень много такой информации, которую мы будем стараться вам давать, и эта информация, я надеюсь, что поможет отнестись к этому возрасту более серьезно и, может быть, так, с пониманием, потому что это действительно такой возраст, когда ребенок уже считает себя взрослым, но таковым не является. И вот недавно мне попались, как бы, последняя конференция ВОЗ, на которой обсуждались как раз вопросы детства, и там одним из таких важных вопросов было, то, что сейчас у подростков половое созревание идет гораздо быстрее, чем раньше. Но при этом период такой опеки, такой, как бы, связанности с семьей, невозможности еще что-то решать, он, наоборот, удлинился. И тогда, что подросток уже физически, что он многое может, но он все еще находится под такой нашей усиленной опекой, и это, конечно, вызывает у него тоже протест. И, конечно, очень многие реакции связаны с этим. О том, как с этим обходиться, я надеюсь, мы тоже сможем с вами обсудить и решить, и найти эти возможности во время наших встреч. Спасибо. Немножко потерялись. Интересно служит коллег. Следующая наша важная задача этого тренинга – это обучение. И именно обучение различным моделям поведения. Мы хоть и аналитические психологи, но мы понимаем, что в этот период очень важны поведенческие вещи, когнитивные. То, как мы знаем о том, что происходит, это помогает родителям и детям договориться. Подростковый возраст, безусловно, кризисный. И, конечно, этот кризис такой важный для семьи. И то, что работало раньше в системах воспитания, оно в подростковый период перестает работать. Особенно, если воспитание до этого было с какими-то сложностями или стрессовыми ситуациями, или травматичные какие-то вещи ребенок проходил, то подростковый период, если там что-то спало в подростке, то с его нарастающим самоощущением, такой какой-то актуальной для него самопрезентацией, все эти вещи будут все больше и больше в нем как-то возрастать, сопротивление, если он чувствовал давление раньше, и он будет бунтовать. Ну вот в аналитической традиции одним из признаков таких является, что чем семья симбиотичней, чем она в таких очень эмоциональных, сильных связях, тем больше подросток бунтует для того, чтобы вырваться, чтобы получить свободу. И эти вещи тоже нужно учитывать. И какую-то в семье формировать атмосферу, чтобы подростку можно было и вырываться из семьи, и приходить обратно, получать насыщение, и какие-то эмоции от родителей. В этом нам могут помочь психоаналитические различные теории, которыми мы все тоже полны. Следующее, что важно, это то, что, чтобы что-то изменилось, нужно этим прицельно заниматься. Поэтому мы вот выбрали такие темы, и будем всячески мотивировать родителей, чтобы они в эти темы включались, и их прорабатывали со своим подростком в своих семьях. Потому что очень часто бывает так, что подросток вспылил, он что-то сделал, там, разбил, что угодно. Или там два получил по всем предметам в четверти. Родители забеспокоились, они пришли к специалисту. Потом все прошло, и родители успокоились, и больше не стали делать ничего для подростков. Вот очень важно, чтобы был определенный период времени, когда прицельно родители работают над тем, чтобы отношения изменились. Мы решили, и по опыту это такой достаточный срок, чтобы это было два месяца. Да, тем, кому там недостаточно, могут еще и еще проходить тренинг. Но обычно, если родители очень включены, то два месяца – это тот срок, когда система может начать изменяться. И это очень важно. Поэтому вот мы призываем заниматься тем, чем вы решили заниматься, если вы его решили. Следующая цель – это сопровождение. И это достаточно практическая цель, потому что любое изменение – это стресс, это стресс для психики. И психика человека реагирует на новое, неизвестное всегда сопротивление. Включаются наши знакомые защитные механизмы психологические, которые долгое время нарабатывали, что нас удерживает от стресса. И на любое новое, даже если мы считаем, мы знаем, что это хорошее, психика может отторгать и выбирать больше стабильность и адаптированность. Это очень часто мы замечаем на самом таком бытовом уровне. Приведу пример. Все знают, что правильное питание, физические упражнения – это очень хорошо. Нужно встать, выпить фреш, сделать зарядку. Скажите, какое количество людей так поступает. Это очень известная информация, но вот сделать свой день, по-новому его начать делать изменения, это достаточно сложно и удается немногим. Это связано с волей, временем и таким сопровождением. Дальше я бы хотела привести цитату Хиллингера, Берта Хиллингера, который говорит, что вообще людям намного легче страдать, нежели изменяться. Он говорит, что быть счастливым, нужно иметь мужик. Мне кажется, сопровождение именно про вот это мужество. Очень часто на своих консультациях и я и коллеги мы видим, как родители используют свои защитные механизмы. Ну, говорят, начинать рационализировать. Ну, вот, мы всю информацию получили, мы все делаем, мы действительно все делаем. И любой наводящий вопрос говорит, что это достаточно такая формальная включенность, ну, чтобы не ругали. или по-другому это выглядит, такое смещение. Ну, я вот хожу в группу, я обучаюсь, значит, результат будет сам, предполагается, разумеется, я же делаю усилия. Но эти усилия нужно действительно переводить в навык. Потому что можно получить информацию, можно и активно пользоваться, короткая, как кратковременная память, часть времени. и дальше она опять уходит, рассеивается, и она не влияет на стиль поведения вашего, и вы действительно не приносите никаких изменений. Потому мы видим, что вот такое пошаговое сопровождение дает возможность пройти под мягким контролем эту переходную зону. Мы будем в этот период формировать вашего взрослого, ну, то есть какую-то взрослую часть, которая внутри вас есть, которая будет успокаивать вашего ребенка. Потому что все знают, что подростковый возраст это возраст обиды. Всегда подростки на что-то обижены. Но я очень часто замечаю всегда и родители обиженные. У них всегда есть причина обидеться на своего подростка, на жизнь. Ну и вообще это вот такое чувство, когда мы очень много вложили в детей, и в этот период хотим уже результата, плодов, а получаем антирезультаты, и вот это вот ощущение никакой-то неблагодарности. И тут очень нужна поддержка и такое отзеркаливание, которое дает возможность больше понимать возрастные особенности и меньше впадать в самокритику. То есть вот это ощущение заинтересованного и знающего профессионала дает ресурс ресурс для новообразования. Вы будете что такое сопровождение? Оно включает написание отчетов, возможности обратной связи и постоянный контакт с куратором. То есть это такая достаточно хорошая связка у вас будет специалистом. Это всегда будет давать ощущение плеча, присутствие, что вы не одни на этом путь. Следующий слайд, пожалуйста. Я, как всегда, буду кратко. Я знаю, что сегодня на вебинаре присутствует очень много психологов и вы, как никто другой, знаете, насколько важна поддержка в вашей работе. И поэтому один из рекомендуемых форматов участия в нашем проекте мы предлагаем премиум-группу. Это участие в лекционных материалах, то есть в наших вебинарах и выполнение уже заданий с куратором группы в отдельной закрытой группе, малой закрытой группе в соцсетях по 8-10 человек. Это такое пространство, где участники, выполняя задания совместно с другими участниками, совместно с куратором, делятся своим опытом, делятся своими чувствами, делятся своими удачами, неудачами, по поводу выполнения этого задания. Это такое пространство, где возможно получить обратную связь и найти совместное решение проблемы или создавшейся ситуации, которая подходит именно для вас и вашего подростка. и сама группа будет обогащать вас. Спасибо. И опять же, учитывая, что у нас достаточно много среди тех родителей, которые к нам обращаются, это зрелые родители, психологи такие, но мы хотели бы рассказать не только о том, как наш проект может быть полезен родителям, но и о том, как он может быть полезен психологам, работающим с подростками. Я, например, знаю, что очень часто подростки попадают на психологу, например, в школе, потому что они что-то делают, как-то нарушают правила поведения и какие-то у них возникают конфликты с учителями и так далее, направляют на работу с психологом в школе. Но мы также знаем, что 50% успеха зависит от того, насколько психолог включен в работу и во взаимодействии с родителем. Потому что, конечно, кто больше всего находится с ребенком дома, кто лучше знает привычки, кто лучше знает его особенности характера, это, конечно, родитель. И на взаимодействии с родителем как раз у психолога зачастую не остается просто физически времени, особенно если это в условиях какого-то учреждения, школы или центра такого социального. И поэтому мы хотели бы, чтобы образовываясь в нашей программе родители могли приходить к психологу с какими-то конкретными вопросами, с какими-то конкретно поставленными задачами. То есть в данном случае такое взаимодействие психолога и родителя, оно будет более четким, более направленным, потому что родители уже будут знать, о чем ему спрашивать, о чем говорить с психологом. И также мы думаем, что наш проект будет полезен в том плане, что психологи смогут получать информацию непосредственно на наших площадках. То есть в сайте у нас есть специальный раздел, где психолог может обратиться с пропортом или установить какую-то ту или иную форму сотрудничества с нами, и тогда возможно психологи будут получать или какие-то информационные материалы, это может быть какая-то теоретическая часть, может быть какой-то видеоматериал, возможно, что те психологи, которые будут нам направлять конкретных родителей, они будут получать какую-то информацию в виде каких-то стендов или распечаток. Эти формы у нас в процессе такого разрабатывания, и они такие лоббильные, это не какие-то жесткие, я думаю, что это индивидуально, и мы можем подбирать особенные формы для того, чтобы помочь психологам, работающих на местах, особенно если это где-то в глубинке, где действительно реально, просто я знаю по опыту, например, работая с психологами детских домов, что реально по опыту знаю, что им просто некуда обратиться, чтобы как-то повысить свою квалификацию, или чтобы просто элементарно получить поддержку от коллег. Мы надеемся, что вы будете получать эту поддержку. что мы предлагаем? Мы предлагаем участие бесплатное в наших социальных группах, в социальных сетях. Пожалуйста, пишите нам какие-то проблемы, которые актуальны, и мы будем их освещать некоторыми постами и, возможно, опросами других родителей. Если вы постоянные участники, вы видите, что некоторые темы очень поддерживаются родителями, а некоторые совсем почему-то никакого эффекта не вызывают. Вот здесь кому какая социальная сеть больше нравится, то выбирайте и присоединяйтесь, всех приглашаем. Следующее, что мы планируем делать, это мы планируем делать вебинары. Вот у нас сейчас планируется 4 вебинара в ближайшее время. Вебинары у нас будут как платные, так и бесплатные. Они будут стоить совсем мало, 5 долларов, если вы приходите к нам очно, то есть как сегодня, и 10 долларов, если вы хотите получить запись. Запись вы потом сможете использовать, например, если вы какую-то тему хотите раскрыть для родителей. Это очень будет полезная информация. Будут двухчасовые лекции, мы будем все теоретические и практические аспекты освещать. Следующий вебинар у нас будет во вторник, он будет вебинар посвященный связи медицины, то есть физиологических различных механизмов и эмоциональности подростка. На самом деле очень много зависит у подростка от его физиологического состояния, как он спит, что он ест, мы все знаем, что подростки любят есть чипсы, попкорн и какой-нибудь Макдональдс. И вот как это все соотносится с его эмоциональностью и его реакциями. Вот Вероника врач, она будет рассказывать о многих медицинских аспектах, как стрессовые тоже различные влияния. Но есть у нас на сайте, можете чуть-чуть поподробнее посмотреть, мы вас приглашаем. В следующую пятницу будет семинар Инны Кирилюк, она будет в следующий вторник, то есть через вторник. Инна будет рассказывать о сексуальности развивающейся у подростков, о чем родителям стоит разговаривать с ребенком, а куда вообще лезть не стоит, потому что если родитель в эти области полезет, то и то малое, что ребенок говорил, он говорит перестанет, об этих вещах будет Инна рассказывает. Также мы будем рекомендовать некоторые фильмы, которые полезно смотреть подростку, именно о развивающейся сексуальности. Будем затрагивать темы мастурбации, половой идентификации, первой влюбленности, все эти темы очень актуальны бывают для семьи. Следующий у нас будет вебинар на сайте опять же есть даты, он будет посвящен такой актуальной теме подросток и компьютер. В какой момент все-таки родителю стоит бить тревогу и как-то бороться с компьютером, а в какой момент стоит вот эту свободу, потому что компьютер со свободой ассоциируется у ребенка, стоит уже предоставить, но как требование держать. Граница будет вебинар посвящен. Частично эту тему освещает Инна в видеорекомендациях. Я надеюсь, что вы все уже к сегодняшнему моменту их просмотрели, раз к нам пришли, но вот мы будем дополнять каждый раз и углублять эти темы, которые мы затрагиваем в наших видео. Поэтому приходите к нам на вебинары. И последний вебинар, который планируется будет Лена делать Ломакин, она будет как раз освещать тему подросткового одиночества. Мы не зовем подростков, это тема только для родителей, чтобы родители понимали, каких реакций ждет ребенок, как с этой темой обходиться, потому что если в своем подростковом возрасте покопаться, то вам тоже можно найти эти мотивы. Подростковый возраст очень такой возраст риск, когда мы знаем, что одна треть суицидов или мысли о суициде, о суициде тоже в подростковом возрасте и подростки говорят именно об одиночестве, о том, что они это могут сделать или пугают родителей. Об этом тоже будет вебинар у нас запланирован. Тоже есть анонс на сайте, последний вебинар будет бесплатный, тоже приходите к нам. Деньги, которые мы будем получать от вебинаров, они небольшие, они будут идти на наше техническое оснащение, потому что мы, конечно, психологи и во всей технике, но тоже нам нужно все это обеспечить. Поэтому присоединяйтесь к нашим вебинарам, будет много информации, такой формат будет позволять вам задавать вопросы. Сегодня мы немножко сами разговариваем, но мы все-таки хотели бы общаться и какие-то ваши проблемы и сложности слушать и делиться своим опытом. Ну и последнее, что очень важно для нас, то, что мы выпускаем сегодня, это наш продукт, группа для родителей и подростков. Мы приглашаем родителей, которые сегодня пришли, а также призываем психологов, чтобы приглашали нам родителей. Нам очень важно запустить эту группу именно в онлайн пространстве, это для нас впервые. Сегодня такой день рождения этого проекта, и нам хотелось бы, чтобы вот этот подросток наш, потому что уже не ребенок у нас есть опыт введения такой группы, но вот в онлайн пространстве это впервые. И у нас три формата участия в этой группе. Первое это лекционная часть, лекция у нас будет по различным темам, это и мотивация, ну такая лекция и ответы на вопросы, и случаи из практики, как лучше, как простроить различные стратегии. Это будет и мотивация к учебе, и различные подростковые группы риска, которые есть, и как границы подростка выстраивать, и про то, как ресурсы, какие-то ресурсные части в подростке не заморозить, не навредить, и о том, какие стратегии родительские являются такими непоказанными для подросткового возраста, какие наоборот могут ему помочь раскрыть свой потенциал, не быть нервным, не быть избоем в классе, чем родитель может ему помочь. Ну и многие другие медицинские вопросы мы также освещаем. Вот лекционная часть. Она сама по себе очень важна. Я уже говорила про то, что каждая лекция будет таким включением в определенную тему. Вы будете думать про эту тему всю неделю, какие-то мы будем вам вопросы, акценты задавать, вы будете смотреть, как у вашего ребенка. Наверняка что-то увидите новое, что-то наоборот вас расстроит, что-то порадует. Мы будем пытаться делать это в таком, может быть, иногда игровом ключе. У нас одно из заданий было на группе, это слепить снеговика давности с подростком. Можете ли вы в таких ли вы сейчас отношениях со своим подростком, чтобы выйти на улицу и слепить снеговика? Или он вам скажет, мам, у меня тут полно дел, пап, вообще я занят, что-то такое. Можете ли вы что-то вместе создать, чтобы это было игрой между вами? Не обязательно конечно снеговика. Ну, в общем, разные у нас будут идеи в группе и будем думать о том, что мы делаем очень активно. Вот, следующее, что мы рекомендуем, потому что это онлайн формат, это лекционная часть, о которой мы говорим, плюс ежедневная поддержка в соцсетях, то есть вы будете каждый день что-то писать, что-то получилось у вас, что-то не получилось, какие вопросы, мы будем все четвером, ну, у каждого будет свой закрепленный специалист, но мы все четвером будем участвовать, и это очень важно, чтобы эту поддержку вы получали, как Инна говорила, да, потому что одно дело знать теорию, а другое дело ее применять на практике. Именно вот эта группа позволит нам вот этот онлайн формат ну, как бы скрасить, сделать похожим на живой, потому что вы будете каждый день тоже как-то присутствовать. И последнее, это вип-группа, это для тех людей, которые возможно нуждаются в более такой сильной поддержке, возможно какие-то очень сильные конфликты в семье, недостаточно того, что я перечислила в начале, и тогда вы выберете себе специалиста одного из нас, троих, и этот человек будет вас консультировать еще дополнительно в течение этого времени. Это тоже эффективный метод работы. И сегодня у нас день рождения, как мы сказали, поэтому к тем ценам, которые вы видите на стандарт-группу и премиум-группу у вас будет еще скидка по 2000 по российским деньгам и 350 гривен, если вы из Украины. И сейчас цены они меньше, в течение трех дней они будут меньше, пока не будет следующего вебинара. И мы приглашаем вас, если вы заинтересованы в участии в этой группе, то оплачивать и записываться к нам в группу. И вот поэтому слайды у нас все. Наши контакты. Пожалуйста, заходите на наш сайт с ребенком инфа. Пока еще он новенький, его не знает Яндекс, поэтому если у вас есть возможность заходить пожалуйста через гугл. и все у вас откроется и все вы увидите. На сайте мы обновляем всегда информацию. Вы будете знать о всех наших программах, о всех наших вебинарах. Подключайтесь и все там можно проследить. Но группы в фейсбуке, я думаю, вы все знаете о ней, группы вконтакте тоже. Большинство из нас пришло из этих групп, потому что мы объявили о вебинаре только вчера, и сегодня вы с нами. И Лена вам говорила о том, что она ваш организатор, и вот эта почта с ребенком gmail.com она доступна, любые вопросы пишите Я бы хотела добавить, возможно, у вас есть какие-то вопросы по нашему проекту, пожалуйста, вы пишите в чат, и наши специалисты вам ответят. Приятно написали, что у подростка одного из слушательниц тоже день рождения, у нас день рождения совпали. Хорошо, задавайте свои вопросы, у нас есть несколько минут, мы ответим по проекту, если они есть, какую-то обратную реакцию нам бы хотелось сделать. Самый лучший подарок для подростка. Хорошо. тогда, наверное, пришло время прощаться, идти к нашим подросткам, как-то их обнадежить, что все будет хорошо, и мамы тоже будут. Так, один вопрос поступил. Правильно я поняла, что новые группы будут набираться каждые два месяца. Ну, скорее всего, да, периодичность мы вот точно не можем каждые два месяца, но набор групп будет идти, возможно, каждые три месяца. Вот, потому что группу нужно довести, проанализировать, и какое-то время этому завершению посвятить. Ну, да, группу будут. Но вы тоже не откладываете, потому что это грустно. Он очень часто к этому не возвращается. Если уж вы пришли, если эта тема вас коснулась, вы встретились с ней в нашем сегодняшнем вебинаре, то, возможно, это такой, ну, какой-то шаг к тому, чтобы начать и двигаться дальше. И вопрос мамского сообщества. Да, Лиза еще говорила, одна наша была мысль, почему важно, ну, чем хорошо онлайн пространство, потому что это вообще могут быть семейные просмотры. Например, видео, которые мы предлагали наши клиенты, друзья, говорили, что мы смотрели с семьей и потом обсуждали. И дети конкретно родителям говорили, вот тогда ты сделал то-то, а тогда это было не общение, а именно нотация. Ну, в общем, получилось какое-то такое живое общение. Но мы еще видим возможность смотреть в паре, чтобы это была мама и папа. Потому что особенно важно в семье поддержка друг на друга в этот период, чтобы хорошо работала родительская пара. Для подростка очень важен отец, отцовская функция, особенно в этом возрасте, материнская любовь, поддержка, нянчиня, вот такая опека, она уходит на второй план, она остается в детстве, и фигура отца становится очень значимой. Поэтому мы будем поддерживать парное участие в таких группах. И это формирует пространство в семье думать о своих детях. Мы как-то внутри привыкаем думать, но резко в парах с супругами обсуждаем, какой наш сын или куда двигается наша дочь. Нам кажется... Сейчас я подправится. Для пап в соцсетях будет специальная группа для пап. Если мы, конечно, наберем достаточное количество пап. И сейчас, если вы покупаете какой-то из пакетов, вам просто нужно указать, что еще папа участвует, и у папы будут отдельные совершенно непохожие на мамские задания, потому что папа действительно совершенно иное существо для подростка. Очень уважаемое, обожаемое, ну и тоже конфликтное, но это тоже отдельная, конечно, история. Спасибо за вопрос. Мы готовились про это рассказать, но поскольку, видимо, у нас тоже женский коллектив забыли про это сообщить. Но пап мы очень ждем, очень приветствуем. Пока у нас папы нет, то есть он для себя не цел. Наш опыт показывает о том, что папы как-то мало включаются, но очень эффективно. Вот первая обратная связь, которая появилась именно от папы. То есть папа настолько пережил сильное чувство, что важно ему было поделиться. Еще онлайн пространство, это в какой-то мере мужское пространство, и они намного легче мужчинам брать информацию именно в такого формата. Реже папы приходят на консультации, но намного больше читают, больше смотрят, больше обрабатывают информацию. Поэтому в принципе мы надеемся, что папам это подойдет. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Тогда спасибо, что вы пришли и поддержали. Ждем вас на наших следующих вебинарах, тренингах. Через наш сайт вы можете к нам записываться, встречаться. Ждем вас. До новых встреч. До свидания. До свидания. Попрощаться и сказать, что До новых встреч. До новых встреч.